Я обратился к властям несколько дней назад и заявил о том, что я провел анализ и сегодня отечественные производители масок могут шить 300, не менее 300 тысяч масок в сутки. И это решило бы проблему. Чтобы вы знали, масок катастрофически не хватает, вы знаете, что их нет в аптеках и вы не можете их купить, либо покупаете по каким-то безумным ценам, потому что аптеки их сегодня не закупают у отечественных производителей, потому что они не сертифицированы. Я не прошу центральной власти сертифицировать их как производителей медицинских масок, можете их сертифицировать как косметических. Значит, экономический агент в Бельцах сегодня, значит, тех, агротех, значит, привез мне образцы масок, значит, из, это маска из двух слоев, значит, так как она пошита, значит, получается, получается там порядка четырех слоев. Есть кармашек, куда можно вставить влажную салфетку, эту маску можно стирать, значит, эти маски, значит, продаются в интернете где-то за 12, где-то за 14, где-то за 15. Одна одноразовая маска в Китае самая дешевая. Сегодня уже там, ну не самая дешевая, более-менее приличного качества стоит 51 цент. У меня есть цены. С доставкой, с таможней, с налогами и так далее, она будет стоить 17, 18, 20 лей. Сегодня эти маски, значит, я договорился, что мы, нами готовы продать, значит, если мы берем их оптом, значит, по цене 6 лей за одну маску. Это очень хорошего маска, маска очень хорошего качества. Я пригласил сейчас врачей, инфекционистов, которые их посмотрели, они не подходят врачам, врачам нужны респираторы, которых нет. И хочу вам сказать, что вот в Бельцах, весь север Молдавии, да, сегодня у врачей несколько десятков респираторов. Я требовал, просил сейчас, уважаемые центральные власти, я вас умоляю, перестаньте морочить голову всем нам и решите эту проблему. Если вы не можете ее решить, дайте мне возможность этим заняться, я ее решу в течение 48 часов. Я узнал ситуацию в Пекинском аэропорту сегодня, в Китае, узнал ситуацию, еще раз провентилировал в Кишиневе, узнал цены на самолеты. Дорогие друзья, со всей ответственностью вам заявляю, что вылет самолета в Пекин, погрузка, 8 часов положенных отдыха для бортпроводников, для пилотов, 4 часа на погрузку, остановка на дозаправку в Казахстане и туда и обратно, все это занимает 39 часов. На прошлой неделе я, чтобы не быть голословным, хотел посмотреть, чем закончится такая операция в соседней Румынии. В среду они вылетели, в пятницу они уже вернулись со всем грузом, с респираторами, защитными экранами и так далее. И защитными экранами не как делаете вы, указываете сегодня, будучи жуликами и ворами, по-другому вас не назовешь, по 50-55 лет за штуку. Защитный экран сегодня, самого хорошего качества, стоит 71 евроцент. Я вам могу дать, центральным властям, телефон производителя в соседней Румынии. Представляете себе, это всего лишь в 400 километрах от нас, на заводе, где они производят 10 тысяч защитных экранов в сутки. Я как физическое лицо пытался купить, не могу. Сегодня в виде исключения, румынские власти готовы продавать продукцию, производимую в Румынию, правительству республики Молдова. И хочу вам сказать, что один защитный экран стоит там 1 евро 4 цента. То есть около 20 лей. Я преклоняюсь сегодня перед активистами, ребятами, которые начали производить эти экраны в Молдове и продавать их за 18 лей, 50 бань, за 19 лей. Которые сами нашли сырье, сами научились делать. Там в принципе ничего сложного нет, но ребята молодцы. Значит они их до сих пор продавали по себестоимости врачам, полицейским спасателям. И тут им показывают, что наше правительство закупает эти экраны по 55 лей. Вы что творите? А я вам объясню, что заказ на первые 200 тысяч это был. То, что опубликовали Зя Рудигарды и другие СМИ. Но они хотят вообще закупить 2 миллиона. Прикольно, правда? Иметь под боком в Румынии по 1 евро 4 цента. Значит, и покупать их у экономического агента за 55 лей почти за 3 евро. То есть, с учетом, если их сюда привезти с доставкой, оплатой НДС. Хотя я бы сегодня отменил НДС не только на медицинское оборудование и медикаменты. А его в сегодняшней ситуации я бы его отменил даже на верши первой необходимости на хлеб. Сегодня можно было обязать Молдова газ продавать по закупочным ценам сегодня газ конечным потребителям. И уменьшилась бы в разы себе стоимость производимой той или иной продукции. Вы понимаете, что сейчас на этих экранах, про которые активисты начали вчера шуметь, я говорил, на прошлой неделе, да? Прикольно. 2 миллиона экранов. Умножаем на 1,5 евро. Сколько решили заработать на каждом. И получаем 3 миллиона евро. Кто-то решил прикарманить. Кто там в доле, мы потом разберемся. Вместе с прокуратурой и остальным. Но еще раз повторяю. Правящий режим Додона. Додон это вчерашний день. Это трухлявый пень, который разваливается. И всем тем, которые в это сегодня были вовлечены, и вовлечены сегодня, им придется за это, повторяю, ответить. Как я могу сегодня относиться к комиссии, ко всем властям, которые не могут собрать всех отечественных производителей, и чтобы эти маски, вот подчеркиваю, Бельское предприятие, это одна из лучших, которые я видел, которую некоторые депутаты парламента продают по 18 лей, значит, эту маску готовы продать сегодня по 6 лей. Значит, я до завтрашнего утра найду решение, сделаю для этого все невозможно. Вот за ближайшие там 10 дней этот производитель, Бельский один, готов их пошить 60 тысяч. Сегодня нужно найти механизм, как эти маски могут попасть бесплатно к пенсионерам в муниципе Белс. И сегодня такие же решения можно принять по всей стране.